Вот так вот приехали и победили. Уже в четвертый раз воспитанники детской музыкальной школы номер 3 имени Николая Лаврентьева принимали участие в международном конкурсе хорового пения «Поющий Омега-2012». И в четвертый раз срывали самые бурные овации зала. Обойдя более 20 лучших хоровых коллективов из разных городов России, они опять названы победителями. Мы с удовольствием посещаем этот конкурс, принимаем участие, потому что там необыкновенная обстановка, там замечательные жюри, там море, там прекрасный лагерь. Нам все это очень нравится. Но конкурс есть конкурс, и поэтому нам приходится очень много готовиться, чтобы выглядеть так же хорошо, как и в прошлые годы. И четыре года подряд мы привозим домой диплом лауреата первой степени этого международного конкурса. Увлекательная поездка, море новых впечатлений плюс – серьезная работа на профессиональном уровне, которая принесла существенные результаты. Вот он и рецепт счастливого детства, в котором ярким можно назвать каждый день. Любой конкурс – это всегда непросто. Мы испытываем много волнений. Но мы всегда очень много репетируем в Муроме и долго готовимся к конкурсу. Поэтому мы приезжаем и становимся победителями. Каждая поездка в Севастополь на международный конкурс хоров – это новые впечатления и не забываемые экскурсии, путешествия по стране. Мы уже в Севастополе четвертый раз. И каждый раз мы узнаем что-то новое и встречаемся с жюри конкурса, с которыми очень приятно общаться. Я в Севастополе уже третий раз. Хочу рассказать вам, какие были коллективы в Севастополе. Это был Тула, Кургс, Белгород, Вологда. Со всеми мы очень хорошо подружились, общались, дружили. Вместе ходили на набережные, вместе ехали на конкурс, ходили в дискотеки, на море, все время играли. Теперь у нас друзья по всей России. Кроме конкурса мы ездили на огромный корабль «Керч». Так получилось, что я встретила там своего родственника. Он помощник капитана, двоюродный брат. В этой поездке было еще одно значимое событие. Мария Фомичева пополнила копилку побед третьей музыкальной школы. Девушка приняла участие в конкурсе эстрадных вокалистов и стала лауреатом второй степени. Приезжая в Севастополь на международный конкурс хоров, мы прежде всего совершенствуемся в музыкальном плане. То есть проведение всевозможных мастер-классов, лекций влияет на нас очень положительно. То есть, например, общаясь с членами жюри, мы немножко по-новому смотрим на многие вещи в мире музыки, так сказать. Также я участвовала в этом конкурсе в сольном пении «Эстрадный вокал». Ну, посмотрев на своих соперников, меня очень удивила подготовка некоторых. Мне захотелось все больше и больше заниматься в этом виде искусства. Ребята сами себе поставили такую высокую планку. У каждого свой рубеж, теперь выше можно, ниже нельзя. Но есть терпение и упорство, а главное – любовь к музыке. Значит, будут и новые победы. Причем в недалеком будущем. Елена Петрова, Александр Барсуков, Мурмский меридиан. Причем в недалеком будущем.